Корпус гимназии номер два микрорайона «Солнечный», который распахнул свои двери в сентябре 2020 года, помог решить проблему второй смены в учреждении. Новая школа была построена по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Руководитель региона и глава округа Андрей Булгаков в ходе рабочего визита губернатора в Щелково осмотрели новый корпус гимназии. Сегодня в нем обучается более тысячи человек. Решен вопрос безопасного маршрута и для школьников самого микрорайона «Солнечный». В корпусе созданы все условия для комфортного учебного процесса. Просторные классы оснащены современным оборудованием. Так, в новом корпусе гимназии ребята изучают столярное и слесарное отдела в специальных мастерских, учатся работать с деревом, и в день визита губернатора школьники решили подарить руководителю региона скворечник, который сделали своими руками. Ваш учитель хвалит вас? Ребят, золотые руки. Я не поверил. Говорит, зайди, посмотри, вот пришел, видите, точно все получается. У вас глаза горят. Но они потом профессию выберут тоже. Многие в колледж местный хотят. У нас замечательный колледж Щелковский. Я думаю, после девятого класса тоже поступить в Щелковский колледж и поступить на курс мастера прокладки оборудования. То есть мы учились своими руками работать и непосредственно с программным обеспечением. И уже после этого тоже думаю поступить в Московский технический институт, создать свою жизнь самолетом. Молодец. Губернатор осмотрел и пищеблок учреждения, а также пообщался с родителями учеников, которые принимают участие в контроле школьного питания. Настроение хорошее. Ваши классы, старшие. Судя по тарелкам тоже нравится. Развитие современной инфраструктуры и создание условий для комфортного обучения подрастающего поколения в образовательных учреждениях – важная задача. В ходе визита губернатор также сообщил о том, что строительство школы в микрорайоне Финске начнется уже в третьем квартале этого года и перенесено не будет. А в 2023 году школа должна распахнуть свои двери. На сегодняшний день Подмосковье является лидером в России по приросту рождаемости. В прошлом году в Московской области родилось 79 тысяч человек. Так, в рамках рабочего визита Андрей Воробьев посетил Щелковский перинатальный центр. Благодаря современному оснащению, комфортным условиям, созданным в центре и профессионализму медицинских работников, Щелковскому перинатальному центру доверяют не только жители региона, но и зарубежные пациенты. В учреждении выхаживают и преждевременно родившихся младенцев с низким и экстремально низким весом. Всего же за время работы центра в нем появилось на свет свыше 17 тысяч новорожденных. В день визита Андрей Воробьев поздравил врачей с днем неонатолога. Неонатолог, все, кто задействованы в акушерстве, гинекологии, не только принимают роды, но еще и жизни спасают. Поэтому я хотел поблагодарить всю команду, Милу Вячеславовну Андреевичу, всех вас за ваше профессиональное отношение к делу. Важной темой визита губернатора стала модернизация межрайонных очистных сооружений. Руководитель региона проверил, как ведутся работы по реконструкции. Объект обслуживает как городское округ Щелково, так и соседние муниципалитеты Пушкина, Королев и Фрязино. В этом году запланировано завершить первый этап модернизации. Так, за счет установки блоков ультрафиолетового обеззараживания и газоочистки, качество очистки сточных вод улучшится в несколько раз. В данный момент работы по реконструкции ведутся круглосуточно. Полностью завершить реконструкцию очистных сооружений запланировано в 2023 году, что позволит увеличить производительность 320 до 400 тысяч кубических метров в сутки. Создать дополнительные мощности для подключения жилого фонда. Модернизация проходит в рамках президентского проекта «Экология». Анна Балиет, Щелковское телевидение. Продолжение следует...